Добрый день! Приглашаю девятиклассников на урок биологии. Меня зовут Блохина Ирина Владимировна. Я учитель биологии Кишиневского городского лицея Ничуэль-Вицкого. Тема сегодняшнего урока – загрязнение водной среды, биологические накопления. Сегодня мы продолжаем цикл уроков из общей темы влияния человека на собственное существование. Сегодня будем говорить о воде. Сегодня мы вспомним, что такое кислотный дождь. Если ты смотрел предыдущий урок, ты помнишь, что все яды, которые выбрасываются в атмосферу автомобилями, заводами и фабриками, поднимаются вверх, перемешиваются с дождем и выпадают кислотным дождем снова нам на голову. Сегодня мы подумаем о проблемах загрязнения водоемов Молдовы и водной среды мира вообще. Сегодня ты узнаешь, что такое биологические накопления. И поищем возможность помочь водоемам и их жителям выжить на нашей Земле. Вода, если ты помнишь, это среда, где зародилась жизнь. Когда-то вся планета была покрыта водой. И вот перед тобой строматолиты, это ископаемые цианобактерии, им примерно 3,5 миллиарда лет. Именно тогда и появилась жизнь на Земле. Поэтому в некоторых участках Мирового океана можно их еще найти. Самых первых жителей нашей планеты. Вода – это среда жизни для животных и растений. Никто не может жить без воды. Но водные животные и растения, особенно потому что они живут внутри нее. Это и рыбы, это и моллюски, это и водоросли, это даже киты и ластоногие животные, которые когда-то ходили по суше, а потом вернулись в воду и решили, что там им будет лучше. Вода – это неисчерпаемый, но малодоступный ресурс. Потому что если у тебя есть 100 литров воды мировой, из них пресной воды всего лишь 3 миллилитра. Это то, что ты можешь пить и использовать для жизни. Перед тобой общий состав водных ресурсов – это воды суши, реки, озера, подземные воды, болота. Это воды мирового океана, это соленая вода, и это льды. Те льды, которые еще остались, это и есть запас пресной воды мира. Мы с вами на прошлом уроке говорили о кислотных дождях. И я бы хотела задать вопрос. Куда стекает вода кислотных дождей? Куда она денется на поверхности Земли? И ты прав, если ответишь, что в большинстве своем она уходит в почву или по поверхности почвы стекает в водоемы. В прошлом году осенью я проехалась по Молдове. И мне рассказывали, что погибла рыба почти во всей республике. Почему? Потому что выпали кислотные дожди и плюс после того, как опрыскали сады, прошли сильные дожди, а дожди всегда уходят вниз, а внизу всегда у нас водоемы. Это реки и озера, они находятся в низинах, поэтому все смывается туда. И рыба вся погибла. Вся погибла от этих стоков. Так она постепенно и погибает, живя в естественных водоемах. И второй вопрос. Какие источники загрязнения водоемов тебе вообще известны, кроме кислотных дождей? Вот представляешь, что еще мешает жить живым организмам, которые живут там в воде? Ты прав. Это мусор. Первое, наверное, что приходит в голову, это мусор. Он нерастворим. И вот даже сейчас, когда людей нет на улицах, когда людей поразил этот страшный коронавирус, природа, она как бы раскрывает свои крылья. И возвращаются животные в те места, в которые давным-давно покинули. Но мусор океан нам возвращает всегда. И ты видишь, как волны океана забрасывают мусором все побережья. Потому что, ну а куда же его девать? Он же нерастворим. Значит, он должен вернуться обратно к нам. Второй источник. Это неочищенные стоки канализации. Если ты хоть раз был у таких крупных наших рек, как Днестр и Прут, а если ты на лодке прошел по Днестру и Пруту, наверняка ты видел, как много труб торчит прямо в реку и стекают туда неочищенные стоки. И самые страшные стоки наши, это стоки ядохимикатов с полей. На полях вносят удобрения, пестициды, гербициды. А потом вместе с дождями, водой дождей, они смываются в водоемы опять же. Ну и еще у нас есть два источника. Это стоки ферм. Если ты когда-нибудь был возле молдавской фермы, ты видел, как здорово там пахнет и сколько там вокруг жижи. Эта жижа всегда дождями смывается в реке и озера. Ей тоже некуда деваться. Какое-то время она проходит через землю, но там тоже есть подземная вода и все это уходит. Ну и стоки винзаводов. Это вот такие вот грязные, синие и очень ядовитые воды, которые должны обеззараживаться, но, к сожалению, в большинстве своем они немножечко отстаиваются, а потом все равно вместе с естественными осадками попадают в водоемы. Второй вопрос, который мы с тобой должны сегодня рассмотреть, это что такое биологические накопления. Представь себе, что в водоеме плавают мелкие рачки. Эти мелкие рачки питаются икроскопическими частями водорослей и бактерий, но вместе с ними, к ним в организм попадают микроскопические части пластика, которые не растворяются в воде, и ядовитые вещества, ведь они же дышат и пропускают через себя воду, в которой живут. Потом эти рачки и ест мелкая рыбка. Разве этот пластик и эти яды в ней растворяются? Нет. Наши пищеварительные соки никак на них не воздействуют. Значит, они оседают. Оседают в печени в первую очередь, в почках и во внутренних органах рыбки. Если крупная рыбка съела мелкую рыбку, разве в ней это растворилось или расщепилось каким-то образом? Ни в коей мере. А крупная рыбка за свою жизнь съедает много мелкой рыбки, а мелкая рыбка съедает много рачков за свою жизнь. А мы с тобой за жизнь съедаем много крупной рыбки. Значит, все это приходит к нам. Вот что такое биологическое накопление. И вот ты видишь эту пирамиду, трофическую пирамиду, кто кого ест. Если съел, значит, все, что накопила твоя пища, все это остается и в тебе. И вот перед тобой водоемы, которые погибают вследствие загрязнения. Это называется эфтрафикация. Это насыщение водоемов биогенными элементами, азотом и фтором, вследствие того, что в них накапливаются ядовитые вещества. И в результате там погибают все живые организмы. Наверняка ты был еще очень молод, 10 лет назад, в 2008-2009 году, погибло наше тогда Комсомольское озеро, сейчас оно называется озеро Валя-Морилор, и его чистили. Но ты наверняка слышал, почему это произошло. Потому что там произошел замор рыбы. Замор рыбы и гибель всей экосистемы озера произошла вследствие загрязнений. Потому что в это озеро выходят огромные трубы наших городских канализаций, которые периодически дают течи, и туда вытекает грязная вода канализационная. Поэтому пришлось всю воду выкачать, и все это прочистить, и запустить туда новую рыбу. И сейчас ты видишь обновленное озеро Валя-Морилор. Ну а теперь подумай, кто находится на вершине трофической пирамиды? Ну, конечно, хищники, и мы с тобой. Те, кто ест всех остальных. Поэтому ты догадываешься, кто больше всех отравляется в этой жизни? Конечно, хищники, и мы с тобой. А мы с тобой вообще называемся суперхищниками. Значит, из сегодняшнего урока логично сделать такой вывод. Рекам, озерам, морям, океанам нужна наша с тобой помощь. Она им очень нужна. Поэтому давай подумаем, что можем сделать мы с тобой, ты и я. Мы можем беречь воду. Можем ее выключать тогда, когда она нам не нужна. Легко. Предотвращать течи. Да, тоже. Убирать за собой всегда и везде. Ничего не оставлять нигде на природе. Легко. Да, даже можем убрать за каким-нибудь не таким добросовестным человеком. Можем ли мы ходить в магазин со своей сумкой и не брать салфановые кулечки? Легко. Можем не жечь костры? Тоже можем. Сложнее, но все равно можем. Можем ли мы беречь вещи? И если они хорошие, просто делиться с подрастающими товарищами, которыми они будут по размеру. Можем не выбрасывать их, а делиться. И я тебе призываю участвовать в конкурсе, который называется «Акварели Днестра». Этот конкурс в этом году проходит 12 раз. Он посвящен охране Днестра и сохранению его ресурсов. И охране, и сохранению ресурсов всего бассейна Днестра. Всех малых рек и речушек, которые приносят воды в Днестр. Если тебе это интересно, тогда спроси условия конкурса в лицее Ничуй-Левицкого. Будь настоящим гражданином своей страны. И просто меня найди. И мы с тобой поговорим. Посади дерево. Это просто. Но сделай это. Изучай природу, и тогда ты будешь к ней ближе. Участвуй в экологических экспедициях, в летних школах. Это доступно каждому разумному старшекласснику. Участвуй в экологических митингах и олимпиадах. Вот мы с ребятами дважды участвовали в митинге против строительства гидроэлектростанции на Днестре. Не будь равнодушным. Это самое главное. И тогда ты обязательно поможешь природе. Природе вообще и природе родного края в частности. Ну и мое у тебя традиционное задание. Приведи 5-7 примеров помощи природе твоей семьей. Нарисуй Днестр. Сделай необычные фотографии любого водоема. Сфотографируй растения и животных, живущих у воды. Напиши рассказ, эссе, сказку, песню, научно-популярную статью о Днестре и его притоках. Найди нас на сайте. Участвуй в конкурсе и побеждай. На этом я с тобой прощаюсь сегодня. И надеюсь, что мы снова встретимся. Надеюсь, что ты выполнишь все мои задания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова